Взрослые Взрослые Обедали Ужинали А полдник Полдник самый святой Меня зовут, ребята, вы знаете, да? Александр Сергеевич Это шутка Эдуарда Успенского Не Пушкин Меня зовут, ребята Ребята, я знаю, что знают. Лев Николаевич. Кто знает, как меня зовут? Нет, давайте, кто не знает, поднимаем руку. Кто не знает? А чего пришли тогда? А кто знает, как меня зовут? Мы знаем. Правильно, Григорий Гладков, дядя Гриша Гладков. Григорий Гладков знает. Я с вами спою песню, песни, которые, ребята, сам сочинил. Представляете? В детстве я любил рисовать, но стал музыкантом. Зато у меня есть песни о живописи. Если видишь на картине, нарисована река, Или ель и белый иней, или сад и облака, Или снежная равнина, или поле и шалаш, Обязательно картина, называется как? Пейзаж! Пейзаж! Правильно! А если видишь на картине чашку кофе на столе, Или морс в большом графине, Или розу в хрустале, Или бронзовую базу, Или грушу, Или торт, Или все предметы сразу, Знай, что это... Натюрморт! Натюрморт! Правильно! Натюрморт! Иногда в школе, если до обеда выступаешь, Дети кричат бутерброд. Еще не пообедали. А если видишь, что с картины... Прекрасно! Это называется джингл, ребята, Или музыкальная заставка. Третий куплет. Если видишь, что с картины Смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в плаще старинном, Или в Робби верхолаз, Летчик, Или балерина, Или Колька, Твой сосед, Обязательно картина Называется как? Портрет! 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 В мультфильме дети, правда, кричат сначала буфет, Съедают банку с вареньем, Потом все отгадывают. Но мультфильм на трех куплетах закончился, Но зрители, радиослушатели, телезрители Сочинили три тысячи куплетов, И среди них много географических. Если видишь на картине небоскребы и трава, То это лучший город в мире И самый любимый Называется... Москва! Москва, правильно! А если видишь на картине Место, где можно снимать любое кино, Это парк красивый, Самый красивый в мире Называется Царицы! Царицы! Царицы, правильно! Похлопаем друг к другу! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! Я вспомнил Эдуарда Успенского, Я с ним много работал, Эдуард Успенский придумал чебурашку, Каникулы где? Простоквашино, Дядя Федор, Пес и кто? Потом кот, Матроскин он придумал, Собака как? Шарик! А я писал музыку, К сказке следствия ведут кто? Колобки! И к мультфильму трехсерийному Про Веру и кого? И Анфису! Вера это девочка! А кто же такая Анфиса? Хрюша? Виля? Степашка? Обезьяна! Правильно! У девочки Веры теперь есть кто? Подружка! Она не котенок, Она не кто? Игрушка! Она иностранка, Она интуристка, Она обезьянка по кличке Анфиска! Теперь давайте как в мультфильме я буду петь, а вы будете повторять. В мультфильме все песни поет актер Олег Василашвили с детским хором. А здесь мы будем с вами. Я начинаю. Анфиска, вы! Анфиска! 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 Вместе! Анфи-и-ска! Анфиска! 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 Анфи-и-ска! Эдуард Успенский очень смешно написал в этой книге. Кто книжку читал, кстати? Потому что если ты об этом имени обезьяны, папа принес домой обезьяну. Стали думать, как ее назвать. Бабушка и говорит, «Когда я раньше жила в Егорьевске, там Успенский родился, кстати, Московская область, город, у нас заведующая в магазине была пылитая обезьяна. Пусть есть иностранка, пусть есть интуристка, пусть есть обезьянка, по кличке Анфиска. Анфиска! Анфиска! Анфи-и-ска! Анфиска! Анфи-ска! А сейчас я спою песню из телепередачи «Верхов на радуге». Называется «Радуга» эта песня. Мне помогает вокальная студия Московского дома композиторов «Соль Вейк». Пожалуйста, это была песня-заставка на телеканале «Культура». Радуга. У нас волшебник звука есть в этой волшебной будке, такой замок небольшой, Ксюша зовут. И она поставит нам сейчас «Радугу» в начале плейлиста. Ладошки приготовили, ребята? Если дождик перемыл, кашку и ромашку, И надолго напоил, мошку и букашку. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Здорово, молодцы! А сейчас песня называется «Не обижайте муравья». Посвящена нашему Подмосковью родному, тем более что поэт, который написал слова этой песни родом из Подмосковья, как и Эдуард Успенский. Вот у него много званий всяких, но на самом деле это поэт Московской области по рождению. Мало кто знает, все знают его книжки, он самоиздаваемый, а что он родился в Московской области, никто не знает. Город Егорьевск. И мы там фестиваль открыли его памяти. В этот раз он пройдет 10 сентября, приезжайте. Фестиваль «Пластилиновая ворона» называется. Поэт из Подмосковья, чудесный, очень известный даже как песенник «Золотое кольцо» поет, песни на ее стихе. Зовут его Владимир Степанов. Не обижайте муравья, не разрушайте муравейники. Это самое, наверное, большое зло, какое может быть. Муравьи такой пример нам подают. Дружба, трудолюбие. И вообще берегите природу. Тогда она будет такой красивой, как парк Царицыно. «Жемчужина Москвы». Волшебник звука. Ксюша, не обижайте муравья. Ой, какие у нас ребята маленькие. Я на сцену под присмотром старших позову их тоже потом. И мы что-нибудь садим. Падошки, можно погромче, Ксюша, чуть-чуть. Падошки, можно погромче. Подсвучка погромче. Падошки, можно погромче. Он очень ма, он очень ма, он очень маленького роста, не обижать его я, его обидеть просто, он очень ма, он очень ма, он маленького роста. Можно танцевать здесь, если хотите, прыгать, давайте. Я придумал слово когда-то детскотека, веселая детскотека. Закричал коту, забрись, гам-гам-гам, побегись, и разбойничьи усы, сразу спрятались в кусты, и разбойничьи усы, сразу спрятались в кусты. Не обижайте муравья, его обидеть просто, он очень ма, он очень ма, он очень маленького роста. Не обижайте муравья, его обидеть просто, он очень ма, он очень ма, он маленького роста. Прыгай, ребята! Кто допрыгнет на козырьках, подарок получит от парка Царицына велосипед. Муравьи летом теперь, не всегда открытая дверь, только жаль, что ты меня, верь мала у муравья. Только жаль, что ты меня, верь мала у муравья. Не обижайте муравья, его обидеть просто, он очень ма, он очень ма, он очень ма, он маленького роста. На дожке на пиловоре. Не обижайте муравья, его обидеть просто. Он очень ма, он очень ма, он очень ма, он очень ма, он очень маленького роста. Не обижайте муравья, его обидеть просто, он очень ма, он очень ма, он очень ма, он маленького роста. Прыгаем! Велосипед уже близко Одна девочка в прошлом году допрыгнула и помисла Не обижайте муравья Его обидеть просто Он очень ма, он очень ма, он очень ма Он маленький роман просто Молодцы! Ну, с разрешением взрослых и под их присмотром Я бы хотел ребят сюда позвать Вот этих вот, кто впереди Мы споем пластилиновую ворону Там ступеньки хорошие Давайте, ребята, с двух сторон И нас сфотографируем Пласт ворона кантри Ксюша, найди в конце плейлиста Пласт ворона кантри В стиле кантри Все, молодцы! Сначала мы будем вот так взрослые следить И очень внимательно за нашим Как я называю в своей семье Сокровища Все, тихонечко стоим Тихонько стоим для фотографии Никаких движений, прыганий Прыгать только внизу Иначе нечестно Отсюда до крыши легко допрыгнуть Велосипед нечестно будет А вот если оттуда допрыгнуть То это честно Итак, Ксюша, включаем Мы поднимаем ручки, ребята Вот так делаем Машем взрослым Скоро мы будем взрослые уже И вот так вам помашем всем Одну простую сказку А может и несказку А может непростую Хотим вам что? Рассказать Ее мы помним с чего? С детства А может и со старостью Успенский придумал А может и вообще не помним ничего Но будем Что? Вспоминать И ладошки в лоб Уху! Пластилиновая ворона В стиле кантри Прилетела в Царицуна Напомнится в вороне Тар-тар-тар-тар-тар-тар А может быть в собаке Тар-тар-тар-тар-тар А может быть в корове Мо-мо-мо-мо-мо-мо Нам же повезло Пристал и кто-то сыро Грамм думается 200 А может быть и 300 А может полкило Так, ребята, взлетело А может не взлетело А может быть на пальму С разбегом забралась И там она позавтракать А может поедать А может и поужинать Спокойно собралась А дальше А дальше хитрая лиса Появляется Это ведь басня Крылова Лопат 9 Но тут леса бежала А может не бежала А может это страна злой А может и не злой А может это дворник был Он шел по сельской местности К ближайшему Орешнику За новой юбилой Подушки над головой, ребята Вот какие у нас Сталантливые ребята Креативные Послушайте, ворона А может быть собака А может быть корова Ну как бы хороша У вас такие перья Крылова срока Такие А при то очень стройные И добрая душа А если вы споете А может быть заларите А может замыщите Второй ведь мы чар Но вам всегда большое Надежный телевизор Покажет сразу же Может быть ручат И глупая ворона А может быть собака Машем, ребят А может егемот Как что-то забоет И ряд такого пения А может и не трения Крылья петля попорок От смеха весь народ А сыротой вороны А может быть собаки А может быть коровы Конечно же укол И прямо на лисице Чего читаетесь? А может быть на страуса Ой, больно мне А может быть на дворника Немедленно попал Да здравствует Счастливое детство Машем снова, ребята Потому что идею Этой сказки А может и Без сказки Поймет не только взрослый Но и кто И хороусь И стоит И прыгать И пой И решите На фейгер Ставьте На фейгер И вы здесь знаете И не прыгать И пойте И решите На фейгер Ставьте И не поддержите Рожьи Ну еще одну песню, ребята А потом спустимся Будем уже внизу прыгать Сказки Песня о сказках Мне помогает Сольвей Тоже В начале Плейлиста Ксюша Это песня Из мюзикла Детского Увлечения Знайки Его друзей Там пел У меня Друг мой Игорь Сорин Из Ивануш Интернешнл Диск вышел Эта сказка Выложена В ютюбе И от автора Читает Эммануил Виторган С этой песни Начинается Этот мюзикл Вот Можете его поставить Кто хочет Там много песен Если есть педагоги Как раз там Все маленькие Исполнители Дети И очень мудрая сказка Но свона профессия Все имеют профессию Кроме одного Не знай Он хочет быстро Сразу Ничего не делая И кого-то напоминает В будущем Да Такого вот И очень поучительного Нового русского А все трудяги там Кончик Тюбик Стайка Билюйкин Все-все-все Имеют профессию Ребята Это самое важное в жизни Давайте помашем Нашим зрителям Мы сейчас на сцене Значит актеры Ох уж эти сказки Ох уж эти сказочники Сказку невозможно не любить Там такое можно городить Там весели шумы Там настоящий тарарап Там утрам, ночам и вечерам Но всегда в конце Повестнованья Злые бегатки Будут наказанье Всех, кто плохо поступал Всех, кто вредничею набрал Ждет в конце Жальский счет скандал Сказки яркие краски И забавные маски В сказке можно сразиться С самым злым колдуном В сказке феврии И красивые лица Сказки летают Жальки лети Сказки Сказки невозможно не любить Если хочешь, можешь пообедить Там со всем трудом знаком Там сидит большой дракон Заставляя делать всем поклон Выбирай себе любые страны Где еще бывают великаны И сражайся над ходу Защищая доброту Чистоту, любовь и красоту Сказки Яркие краски И забавные маски В сказке можно сразиться С самым злым колдуном Сказки феврии И красивые лица В сказке летают Жальки Сказки В сказке Сказки яркие краски И забавные маски В сказке можно сразиться С самым злым колдуном В сказке Сказки феврии И принципе И красивые лица В сказке летают Жальки В сказке Сказки Сказки В сказке Молодцы! Ну, потихонятно посадитесь, ребята! Хотел сказать, на свои места, ну да, и на свои места, на эту чудесную полянку. Ну, я иногда выступаю в лагерях разных, в Подмосковье чудесные лагеря есть, и в Орленке был, и в Артеке. И знаете, самая популярная песня у ребят называется «Ты да я, да мы с тобой», и у этой песни феномен в том, что она никогда не звучала, по сути, ни по радио, ни по телевидению, вот, и стала популярной, поэтому не все песни обязательно, вот мы из телевизора знаем, и они становятся хитами, и тогда они наиболее ценны, у них гораздо большая ценность, что они вот просто стали народными. Она сочинена в Белоруссии была, эта песня, как я выяснил, называется «Ты да я, да мы с тобой». Споем мы, ребята? Ты да я, да мы с тобой. Ты да я, да мы с тобой. Хорошо, когда на свете есть друзья. Поем. Если б жили все мотиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля Ты да я, да мы с тобой, ты да я, да мы с тобой Землю обойдем, потом махнем Куда? На Марс! Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нет у нас Может, у оранжевой речки там уже грустят... Кто? Это мы с вами От того, что слишком долго нет у нас Ты да я, да мы с тобой Ты да я, да мы с тобой Не разлучит нас ничто и никогда Даже если мы расстаемся Дружба все равно остается Дружба остается с нами навсегда Даже если мы расстаемся Дружба все равно остается Дружба остается с нами навсегда Ты да я, да мы с тобой Ты да я, да мы с тобой Хорошо, когда на свете есть друзья Если б жили все в одиночку То уже б давно на кусочки Развалилась бы, наверное, земля Есть еще одна песня Это изгиб гитары желтой, да? Споем ее? Но вы знаете, у нее другой мотив сейчас КВН-щики придумали И музыка у этого мотивчика моя А вы ее уже знаете, мы уже пели Вот Звучит она так Изгиб гитары желтой Тра-ля, ля, 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 ля А может И не желтый Тра-ля, ля, 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 ля А может Не гитары Тра-ля, ля, 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 ля А может Не изгиб Музыка Григория Гладкова, стихи Митяева Ты обнимаешь нежно, траля-ля-ля-ля-ля-ля А может, и не нежно, а может, не обнимаешь А может, и не ты Струна осколком эхо, а может, и не эхо А может, не осколком, а может, не струна И там она позавтракать, а может, обедать А может, и поужинать, спокойно собралась Я на каждом концерте, мероприятии Всегда задаю вопрос обязательно, обязательно вопрос И часто получаю очень важный ответ Потому что ответ этот означает, что в зале находится герой моего вопроса А вопрос такой Нет ли у кого-то сегодня, вдруг случайно совершенно Ну вот так случилось, что вот прямо в этот день, прямо что? День рождения День рождения И как же мы не отметим это, но это было бы несправедливо Вот, вдруг, представляете, день рождения Человек пришел в Царицыно сюда к нам И есть такой или нет? Нет Значит, все они в кафе А могли бы сюда прийти Я ехал, они в кафе Вот Они в кафе Как это сейчас называется это у нас? Макдональдс Вкусные точки Вкусные точки А салоны поддержанных машин Знаете, как называется? Уже фантазия пошла Едет и ладно Ну и так далее Уже поназывали Очень многие места так Едет и ладно С пробегом Где стоят Едет и ладно А Макдональдс Вкусные точки Ну нет, ни у кого не развеют Может быть взрослые Знаете, практически всегда бывает И люди иногда стесняются Ну и дальше у меня тоже номер интересный Я говорю Что есть песня Самая, кстати, популярная детская песня Написана композитором Шаинским Из Чебурашки Но стихи не Успенского Вот так получилось Чебурашка Это полностью Авторство Эдуарда Успенского Но одна песня там Там целая история с ней Стихи Александра Тимофеевского Мало кто этого поэта знает Но он очень талантливый Называется она Пусть бегут неуклюже Пешеходы по лужам А при певе там слова Я играю на гармошке И никто никогда не видел эту гармошку И сейчас, ребята Мы вам ее покажем На сцену выходит Павел Гладков Надо же у этого человека И фамилия И фамилия совпала Кто же он такой? Почему фамилия у нас одинаковая? Как вы думаете? Кто? Сын? Сын А как вы догадались? По шляпе Всем привет По шляпе Не-не-не-не-не Стоп-стоп-стоп Таких людей называют Тинейджеры у нас Так, что вы задумывались? Что-то как-то вы Ну, покажи Всем привет И сейчас он покажет гармошку Гармошку, покажите Вот она Я играю на га А вы думали баян? Вот на ней вот Если бы сейчас был именинник Мы бы ему спели Пусть бегут неуклюжи Пешеходы по лужам А вода по асфальту рекой И неясно прохожим В этот день непогожи Почему я веселый такой Сейчас они А я играю На гормошке Тут прохожим С нами друг К сожалению День рождения Только раз Молодцы Еще раз К сожалению День рождения Только раз Я люблю Прилетит Дрон волшебник В голубом В вертолете И бесплатно Покажет кино С днем рождения Поздравит И наверно Оставит нам подарок Пятьсот Эсхимон Поем А я играю На гормошке На гормошке На гормошке На гормошке На гормошке К сожалению День рождения Только раз С днем рождения К сожалению День рождения Только раз Молодцы Сейчас мы исполним песню в стиле передачи Топ-шоу Я и моя собака Которая писал музыку Еще раз напомню Прошу прощения Потому что кто-то Может Только что подошел Я вот радио Слушаю иногда Радиопередачу Такая интересная Вначале объявили Кто автор О чем она И не знаешь Вот Начало пропустил И так в конце И слова не сказал Поэтому несколько раз Надо всем представить Меня зовут Григорий Гладков Это мой сын Павел Гладков А с дочерью Александра Гладкова Она актриса Театра Школа драматического Искусства Сретенка 19 Мы вчера были На радио Шансон Приходите Это потрясающий Театр в Москве Там 4 сцены Одна из них Копия Шекспировского Лондонского Театра Глобус Вот Мы все Июльские И вчера Тема передачи Была Мы Нет Дети июля Я родился В июле Сын Дочь Я говорю Знаете Очень понравилось бы Моей жене Это название Почему Я говорю А ее зовут Юля Дети И Юля Вот Игросло Великий Морбочий Русский Язык Я тут Недавно Подумал Что Вот Придумали Вкусные Дочка Есть У вас как Настроение Хорошее? Да Настроение Хорошее Ну и Прекрасно Хорошо Когда Выступает Тинейджер Взрослый Рядом Встрагивает Молодец Нет Я сыном Горжусь Чувство юмора У него Не в меня В деда В моего папу Вот это было Чувство юмора Итак Дог-шоу Я и моя собака Пожалуйста Есть ли хозяин С тобой Ксюша Вначале Итак Передачу Вел Михаил Ширвин Такая Удача Такое Веселье Есть ли Хозяин С тобой Всегда Новый год И всегда Новоселье Если Хозяин С тобой Но Такая Тоска И Такое Мучение Если Хозяина Нет Никто Не Подарит Кусочек Печенья Поем все вместе Если У кого кошка? Молодцы. А у кого рыбки? У кого попугаи? Молодцы. Если хозяина, 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 хозяина. Если хозяина есть. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой. 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 Молодцы. Павел Главков. Снимай меня. Выложим контакт. Хорошего дня. Спасибо большое. В контакте. Потом Одноклассники я восстановил, когда из Фейсбука ушел. И знаете, появились новые. Я вот завел Тенчат. Потом Япи. И еще одна. Напоминает Твиттер. Ну, наши соцсети. Еще три сети. Вот. А сейчас песня называется «Спящая принцесса». Из художественного фильма «Сказки старого волшебника». И здесь в Солицыно есть московский областной тюз. Они поставили спектакль «Спящая принцесса». Можете сходить. По музыке из фильма. Прямо написано из фильма. «Сказки старого волшебника». И там эта песня. Или десять песен. Девять. Одну убрали. И вот по этому фильму сделан спектакль. Художественный руководитель театра Нонна Гришаева. И у нее вот на днях буквально вчера-позавчера был юмилей даже. Пожелаем ей здоровья, счастья. И здесь прекрасный театр. Московский областной тюз. Вот на этот спектакль сходите. В ближайшем я тоже приду. Можем увидеться. Хочу посмотреть. «Спящая принцесса». В волшебных звуках. Сюша. Тюз сделан по сказкам Шарля Перо. Там играет Сергей Юмский, Армен Жигарханян, Евгений Симонова, Татьяна Васильева, Александр Зимьяненко, Шурик. Прекрасные актеры. В интернете он есть. Примучим вором темной чащею Старинный замок окружен. Там принца ждет. Принцесса спящая, Погружена в покой и сон. Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Споемся. Если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Ох уж эти сказки, Ох уж эти сказочники. Стихи песни Александра Тимофеевского. Наступит день за ночью лунной, И солнцу луч придет во сне. Но крепко спит принцесса юная И улыбается во сне. Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. Если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Помашим друг другу. Я в дальний путь Решил отправиться Затем, чтоб принца убедить, Что должен он Свою красавицу Поцеловать и разбудить. Принцесса спит сто лет, сто лет, А храбреца все нет и нет. Если рыцарь не найдется, То что принцесса так и не проснется. Если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, Принцесса так и не проснется. Так встретимся в московском областном тюзе. А сейчас песня из мультфильма Коробки с чем? С карандашами. Иногда ведущие названия коверкают. Там пластинную ворону называли. Пластиковая. Пластмассовая ворона. На сцене автор музыки к мультфильму Пластмассовая ворона. Пластикатовая. Пластиковая. И эту тоже заходит. На сцене автор музыки. К мультфильму мы его все очень любим. В коробке с карандашами. В каком коробке? На ударение не поставлено. Коробка с карандашами. Итак, ребята. Вот она. Вот она. Перед вами. Перед вами. Коробка с карандашами. В нее совершенно свободно. Вещается что? Что у него все такие разноцветные. В коробке с карандашами. Лопы. Кори океаны. Гнобы и пеликаны. И кот с большими усами. В коробке с карандашами. Живет зеленая елка. Ля украшали долго. Ладошками и шарами. В коробке с карандашами. Саяц бежит припрыжку. Он догоняет мишку. С плюшевыми ушами. В коробке с карандашами. Под снежник снег пробивает. Мальчик в руче пускает. Коробка парусами. Павлюша, Павлик. Сфотографируй меня сзади. Чтоб ребят было видно. А вы все поднимаем руки над головой. Для фотографии. В коробке с карандашами. Недавно прошел дождь. И любуйся теперь художник. Радугой над лесами. В коробке с карандашами. Желтое солнце пляшет. На шоке песчаных пляжах. С веселыми галышами. В коробке с карандашами. В цирках обычно полон. Идет по канаду клоун. Жанрируя обручами. Поем. Па-па-па-па-па-ра. 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 Па-па-па-па-па-па-па. В коробке с карандашами. Дети спешат на площадь. И на ветру полощут. Плаги над малышами. Вы все на свете найдете. В коробке с карандашами Когда рисовать начнете Вы это поймете сами Когда рисовать начнете Сами Сами с усами от красок Да здравствуют наши мультфильмы Да здравствуют наши художники Ура! Юны! Да здравствует счастливое детство Да здравствуют каникулы Ура! Молодцы! Молодцы! Мы уже к финалу идем Сейчас мы ребята Вот тут попрыгаем И будет финальная песня Почему? Кто подошел Просто не знает Почему должны прыгать Дело в том, что Кто допрыгнет до козырька Получит от Царицына велосипед И недавно Только что ко мне подошли Сказали Что еще добавляют Как бонус лыжи Поэтому есть стимул Ребята Вроде высоко Но в прошлом году Девочка допрыгнула И повисла Ели сняли Поэтому Песня Которую нам волшебник звука Ксюша Поставит Называется Апельсиновые песни Да Меня зовут Анфиса Анфиса Какое имя красивое Возвращаются старые имена Прекрасно Вот И знаете Я Ну мы У нас свои педагогические приемы Я свой в детстве У меня был прием Потому что жалко Что эти имена исчезли И я всех игрушек дома Назвал Этими именами Пелагея Никодим Калистрат Ферапонт И дети Дети мылись Матвей Ну в общем все эти старые имена Акулина Аглая Все игрушки Банны Эти Эти Резиновые Все там вот Аглая Дети росли И вот У них были Каждая игрушка Имела вот это имя И со всеми именами познакомились Да Аглая Ничего себе Смотрите Аглая Анфиса у нас Еще какие старинные имена есть Вер Как Ада Ада Молодец Ада Так Ну Возвращай А мужские какие Аня Ну молодцы Короче Возвращайте эти имена Они старинные Вот В них много смысла У всех А сейчас Апельсиновые песни Кстати Чебурашка Мы тут много раз Успенского вспоминаем Он же ведь Появился из коробки С апельсинами И в Финляндии Выходил журнал Оранж 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 Это апельсин Итак Ставьте Ксюшенька Нам апельсины Прыгаем ребята Велосипед Лыжи И скажу вам От меня Танки будут еще Давайте До сказки Карнаваль Песня из новогоднего Мюзикла Белая сказка Скоро новый год Ёлки Мюзиклы Монархи И апельсины За морем далеко 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 Земли высоко 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 Шар Солнце Золотой 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 Капкар Мюзик большой Вот такой Вот такой Там апельсиновые Мальчики И апельсиновые Девочки Там апельсиновые Бабушки И апельсиновые Детушки С апельсиновыми Мамами и папами С апельсиновыми Душками Собаками Апельсиновый Машу Удле Ты пою Так апельсиновый Стране Фестиваль «Дачная Царицына» в Москве. Да здравствует лето и каникулы. Фестиваль «Дачная Царицына» За морем далеко, далеко, далеко. Вверх-вверх высоко, высоко, высоко. Сейчас солнце золотой, золотой, золотой. Там апельсиновый большой, вот такой! Там апельсиновые мальчики И апельсиновые дед-бачки. Там апельсиновые бабушки И апельсиновые дедушки. С апельсиновыми мамами и бабами. С апельсиновыми дождями собаками. А апельсиновые мальчики. И поют как апельсиновые. Спасибо огромное. Напомню, что меня зовут Григорий Гладков. Все песни, которые я пел, почти все мои. Здоровья всем, счастья. Следующее у нас мероприятие, наверное, день города Москвы будет. Молодцы! КОЛОПКОВ 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 Ну, знаете, в Колобках я вам хочу напомнить ни одной песни мультфильма. А вот мы выпустили пять пластинок, там песен очень много в интернете. Про Анфису было. Ну, пропустили, что ж теперь делать? Это по второму разу получается. Ну, давайте тогда я спою, что не пел еще. Песни по заказу пошли. Песни по заказу пошли. Песня по заказу пошли. Песня по заказу. Песня по заказун. Песня по заказу, еще одна из моих любимых песен, которые которую я сочинил, у ней нет ни одного слова, потому что это инструменталка. Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники! Хочу сказать, что у меня в интернете есть целый интернет-радиостанция, мне подарила авторадио ее, называется «Григорий Гладко 101». Если наберете в поисковом окне «Яндекс, Гугл», попадете, она круглосуточная. Там мелодии, песни, сказки, анфиса, колобки, все. Любите друг друга, уважайте друг друга. Здоровья вам, счастья вам, вашим семьям, вашим кошкам и собакам и всем вашим животным. И их тоже любите, уважайте. И самое главное, что? Кормите. Ваш Григорий Гладко и мой сын Павел. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой главнокомандующий. Шляпу наоборот надел. Посади дерево, воспитай сына. Все получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы любим тебя, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ